Версии RDS, OBD, ADEQUAT. Давайте посмотрим на данный слайд. Это веб-данка. На нем мы видим, что количество данных постоянно растет. В данном случае количество данных все увеличивается и увеличивается. При этом мобильные устройства стали неотъемлемыми и отбудами жизни современного человека. Но уже некоторые должны пользоваться ноутбуком, ходя на конференции с айпадами, с мобильными устройствами. В связи с этим появляется потребность для устанавливания компактной и производительной суббудей RDS Store, предназначенной для работы с данными в РДФ формате. Мы посмотрели по интернету, по различным статьям. Много ли не связывающихся в данном вопросе. Мы нашли огромное количество статей и тем, посвященных мобильным устройствам. РДФ-мобильным устройствам. Давайте рассмотрим некоторые примеры приложений, которые мы нашли. Первое приложение – это краудсорсинговый сбор информации о чрезвычайных происшествиях. То есть пользователь подключается к интернету, может отправлять какие-то данные, сохраняя данные РДФ в формате на компьютер. После чего он может их отображать на карте, смотреть, понимать, где что произошло. Следующее приложение, которое мы нашли – это репликация и геширование значимой информации на мобильное устройство. То есть пользователь скачивает себе кусок каких-то данных на мобильное устройство в РДФ формате. В РДФ формате эти данные не хранятся. Пользователь уже во флайне режиме может ими пользоваться. Еще одно, то, что мы видели из приложений – это мобильная гидроконференция. С помощью этого приложения вы, к примеру, можете посмотреть, что это за докладчик Атон Полухин. Вы видите, у него там есть, он автор какой-то книги по СИПС+. У него есть ряд статей. Следующее приложение – это достаточно похоже на первое. Это публикация данных через точку доступа на СИПС+. Это коллаборативное формирование карты местности. То есть пользователи с различными телефонами ходят по местности, делают какие-то комментарии, как им кажется, интересные. Делают фотографии, отмечают все это на карте, и все эти данные в формате РДФ синхронизируются между другими пользователями. Следующее приложение – это то, что ко мне подходили уже и спрашивали, аналогичные приложения. Это как раз приложение, которое позволяет делать комментарии по чему угодно. То есть комментарии по больницам, комментарии по детским садам, рейтинги выставлять. Это то, что мы нашли в интернете. Как вы видите, приложений достаточно много, статей много. Все сейчас интересуются мобильным РДФом. Но у всех тех приложений, что мы рассматривали, есть ряд проблем. Среди этих проблем – это то, что они не могут пока оперировать большими данными. Те решения, которые мы видели в интернете, они не могут оперировать большими данными. Там в районе 100 тысяч триклов, и это пределы приложения. При этом приложения, они вот сейчас перечислены на экране, они в основном написаны на Яве, они не являются нативными. Они не очень быстро работают, они имеют множество прослоев, они достаточно сильно расходуют батарею. В связи с этим мы решили наш серверный продукт, который работает на больших серверах, который успешно работает на разных платформах, перетащить также и на андроид. И позволить пользователям работать с РДФом на андроиде. Собственно, вот он наш продукт, нами разработаны. Это Montecquad. Montecquad легко устанавливаемая, компактная и производительная РДФ СУБД. Она написана на C++. Она соответствует рекомендациям консорциума V3C и использует последние стандарты. Sparkle 1.1. Она работает на различных устройствах. Помимо этого, у нее достаточно простая установка. Два клика. Как на андроид-приложениях, так на андроид-устройствах. То есть там АПК мы предоставляем. Два клика и установим.